Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Это вечерний эфир. С вами снова студия Алина Яковлева. Но сегодня у нас гость необычный, главный тренер команды хоккея с мячом, команды Саяны Евгений Владимирович Ярахтин. Евгений Владимирович, добрый вечер. Спасибо, что согласились прийти. Мы не так давно снимали новостной сюжет про тренировку Саяны, вообще какие планы у клуба, у команды на этот год, на этот спортивный год. Расскажите, пожалуйста, сейчас. Прошлая неделя была у ребят достаточно нагруженной, так сказать, это двухразовые тренировки в день. Что сейчас? Какая нагрузка у команды сейчас? Нет, мы продолжаем тренировочный процесс. Нагрузки, конечно, чуть снизились, потому что все время, как говорится у нас в спорте, все время грузить спортсмена это не рекомендуется. А вот все равно, если будешь все время грузить, где-то попадешь на хороший большой спад. Поэтому они варьируются, нагрузки. Были две недели у нас такие двухразовые тренировки, очень интенсивные, очень напряженные. Сейчас чуть-чуть нагрузка пошла вниз. Буквально вот 10 дней, наверное, мы так, что ли, ну называется, более восстановительный, что ли, период у нас. Или меньше нагружаем ребят, пытаемся их, что ли, подвести к определенным кондициям. Поэтому сейчас одноразовые тренировки. Вот. А буквально уже, наверное, к концу следующей недели опять нагрузки возрастут. Но там уже дальнейшие наши планы – это поехать на тренировочный сбор в город Красноярск. А что подразумевает вообще тренировочный сбор? Тренировочный сбор, ну, опять же, все зависит от того, где, в каком месте, как, в какого качества, в какой период. То есть тут много нюансов в спорте. Ну, если обо всем рассказывать, я думаю, что нам с вами не хватит и суток, наверное. Каждый период, например, у хоккеистов, он определенный. Есть вот подготовительный период, да, когда хоккеисты готовятся к сезону. Это летний-летний, осенний. Есть предсоревновательный период, когда уже идут некоторые соревнования. Вот как мы сейчас будем участвовать с 1 сентября в Кемерово, в Кубок России. И есть соревновательный период, то есть сама зима, когда хоккеисты играют и радуют своей игрой наших болельщиков, да. И есть еще период восстановительный, который после уже сезона, когда мы заканчиваем игры, да, там уже идет восстановление, идет определенный тренировочный процесс, который дает спортсмену возможность восстановить силы, которые были потрачены именно в соревновательный период. Вот сейчас, на сегодняшний день, идет подготовительный период. Он основывается на том, чтобы заложить базу физической готовности на весь сезон. Сезон длинный, он начинается, как я уже сказал, вот с 1 сентября, уже первые соревнования, и заканчивается он где-то, ну если в плей-офф не попадаешь, то где-то в начале марта. То есть это практически с полгода ты уже идет, значит, такой интенсивный процесс соревновательный, где игроки выкладываются на полную и, то есть, отдаются полностью игре. Вот, поэтому для того, чтобы этот период пройти нам гладко, без всяких взлетов, падений и так далее, я говорю про физические, прежде всего, возможности. Поэтому вот на данном этапе идет подготовка. Подготовка, она бывает, как в неделе, как я уже вам сказал, что интенсивная, то есть тогда, когда двухразовые тренировки, базовые сборы и так далее, потом нагрузка чуть снижается, и потом опять нагрузка повышается в определенный период, в зависимости, опять же, в зависимости от того, к чему мы готовимся, когда у нас первые игры и когда мы будем участвовать в каких-либо соревнованиях. А вот есть какие-то у ребят, не знаю, домашние рекомендации по поводу того, как держать себя в форме? Помимо вот тренировок, соблюдать ли они вот какие-то? Ну, вы знаете, в основном домашние рекомендации тогда, когда мы уходим в отпуск. То есть, когда команда после, вот как я уже сказал, восстановительных сборов уходит, все равно отдых нужен спортсменам, как ни крути, все равно спортсменам тоже люди, им тоже нужен отдых. Вот, когда мы уходим в отпуск, там каждому игроку дается индивидуальное задание, домашняя работа, так сказать, и после этого, когда он уже приходит с отпуска, там происходит определенное тестирование, и я уже, как главный тренер, понимаю, в каком состоянии человек пришел. Но, понимаете, дело в том, что спортсмены, профессиональные спортсмены у нас, хоккеисты все профессионалы, они такого уровня, что они поддерживают самостоятельно, и дома, как бы, когда вот идет отпуск, они сами тренируются, ходят в тренажерный зал, участвуют в каких-то играх, то в футбол, кто еще где-то, кто-то плавает, ну, то есть поддерживают свою физическую форму в надлежащем уровне. Поэтому заставлять их что-то делать лишнее не нужно. А когда они приходят с отпуска, и мы начинаем с ними заниматься, то тут уже никакого индивидуального или домашнего задания не бывает. Они все отдают на работе. То есть каждому игроку вот в таких ситуациях, каждому индивидуально все? Ну да, есть, понимаете, люди же разные, все мы разные физически. Кто-то метр девяносто и сто килограмм веса, да, кто-то небольшого роста. Поэтому каждый мой индивидуальный подход, ну, и стараюсь перед отпуском с каждым побеседовать и порекомендовать, над чем ему нужно поработать. Сейчас в команде у нас трое новичков. То есть это Андрей Осипенков, Егор Егорычев и Василий Жаукенов. Насколько я знаю, что некоторые из них уже играли в составе команды «Саян». Кто-то пришел впервые. Расскажите, пожалуйста, как вот происходит их адаптация к новому коллективу? Ну, вы знаете, вот эти люди, которых я пригласил, они все уже играли в команде «Саяна». Все прошли. Ну, Вася Жаукенов, он вообще наш абаканский парень, поэтому адаптация для него в домашних условиях, она, ну, само собой, ни к чему не привязывает. А те ребята, которых вот и Андрей Осипенков, и Егор Егорычев, они уже были в нашем коллективе, в нашей команде. Когда мы играли в высшей лиге, они были в этом коллективе. Поэтому как такой адаптации им не нужно, они уже как свои, и поэтому тут как бы такое ухождение в коллектив, что-то знакомство или еще такого не происходит. Поэтому они вошли как в родной дом, ну и все, и мы начали работу. Расскажите, пожалуйста, про каждого чуть-чуть подробнее. В составе какой команды они играли вот до того, как вы на нынешний момент пришли в команду? Ну, давайте начнем с нашего воспитанника, с Васи Жаукенова. Васи Жаукенов, значит, ну, является таким очень хорошим хоккеистом. Он играл на самом высоком уровне. Вот буквально там последние годы он играл за Кемеровский Кузбасс, который боролся за медали. А в прошлом году Вася играл за Байкал Энергию, город Иркутск. Тоже команда очень высокого уровня, входит в топ-6 команд Суперлиги, которые борются за чемпионство. И вот Василий Жаукенов играл, вот я еще раз повторюсь, в таких топ-клубах. Я думаю, все его знают, все прекрасно понимают, что этот человек поможет нам в этом сезоне. Андрей Осипенков, воспитанник Красноярской школы хоккея. Он чемпион мира среди юниоров. В свое время выступал за Красноярский Енисей. Но волею судеб оказался в последние годы играл за Мурманский Мурман, команда Суперлиги. Провел там два сезона. Ну, хорошие о нем отзывы, как о защитнике. Я думаю, что он тоже в помощь нашей линии обороны и нам поможет. Егор Егорычев. Воспитанник тоже Красноярской школы хоккея. Играл за Енисей, за Байкал Энергию. Играл в Саянах, как я уже говорил. И как бы в Казани. Тоже довольно опытный парень. Довольно такой амбициозный, с хорошим катанием, с хорошим ударом. Последнее время, последние два года играл за Уральский трубник из Первого Уральска. И в этом году согласился сыграть за Саяна. И я думаю, что тоже он нам вполне придется ко двору. И именно атакующую линию он у нас усилит. А вот насколько, по вашему мнению, усилилась команда? Ну, вы знаете, главное усиление нашей команды, я уже об этом говорил, это стабильность состава. Вот мы сохранили тот состав, который был в прошлом году. Я считаю, это главный наш положительный момент в нашей команде, что мы остались те ребята, которые были в прошлом году. Поэтому уже вот сыгранность, сама сыгранность, само взаимопонимание, сами ребята уже чувствуют друг друга, это очень немаловажный фактор игры в хоккей с мячом. Поэтому вот стабильность, наверное, наш основной козырь, чтобы мы удачно сыграли вот в этом сезоне. То есть помимо трех новичков никто не убыл из команды, все остались? Ну да, да, практически все остались. Да, конечно, есть ребята, с которыми мы не подписали контракты. Но, опять же, говорю еще раз, это были минимальные какие-то потери. Но считаю, что вот эти трое человек должны нас усилить. Расскажите, пожалуйста, про основные задачи команды на этот сезон. То есть совсем скоро, буквально 1 сентября вы уезжаете в город Кемерово на Кубок России. А какие еще помимо этого задачи стоят перед командой на этот сезон? Ну, участие в Кубке России, начнем с Кубка России. Да, участие в Кубке России, вот у нас подгруппа, она очень серьезная. Это 4 команды восточной зоны, это вообще лидеры в чемпионате страны. Это Енисей Красноярский, Скани в Тяне, Кузбасс Кемеров, чемпион страны, Байкал Энергия, Иркутск. Плюс к нам сюда, ну, по просьбе Уральского трубника, в эту подгруппу нам перевели водник Архангельска. Это серебряный призер чемпионата России в прошлом году. То есть 5 команд уже таких очень серьезных. Плюс мы и Новосибирский Сипсельмаш. Ну, Новосибирский Сипсельмаш очень амбициозная команда. Да, она в прошлом году, ну, очень, они не попали в плей-офф, но они чуть-чуть не дотянули до восьмого места. Да, и они в этом году очень серьезно усилились. У них очень серьезные задачи перед ними стоят. Я думаю, что тоже команда очень сильная и, как бы, способная преподнести сюрприз, что ли, особенно играя с лидерами. Поэтому, вот, сами видите, да, в какую подгруппу мы попали. Какие-то планы строить на то, что там выход в следующий этап, а попадают в следующий этап 4 лучшие команды из 7. Ну, это, наверное, было бы утопия какая-то. Хотя, конечно, мы надеемся. Наша задача так, на Кубок России, я считаю, что проверить себя, посмотреть, насколько мы конкурентоспособны вот с лидерами нашими. Внедрить вот этих троих ребят в коллектив именно в нашу схему тактическую. Ну, и поиграть, наиграться, попробовать свои силы. Вот задача, наверное, на Кубок России. Что касается чемпионата страны, то задача у нас очень такая, не из легких. Задача – пайпас в десятку. То есть занятие ниже десятого места. Задача нелегкая. Все команды укомплектованы, все команды очень амбициозные. Поэтому я считаю, что будет нам тяжело. Но, в принципе, я верю в ребят. Они способны, они уверены. И я думаю, что вполне нам по силам побороться за десяточку. Вот как сами ребята оценивают свои силы? Они как упорные, смелые, прям так уверенно твердят, что вот десятка, может быть, даже выше. Ну, вот вы сами ответили на этот вопрос. Вот они упорные, смелые, сами. Нет, ну, конечно, любой спортсмен, он амбициозный, он хочет завоевывать какие-то места выше и выше. Понятно, что мы понимаем реальную нашу силу, реальные наши возможности. Никто же не говорит, что мы там в пятерке будем или там в призерах в этом году. Нет, мы постепенно, шаг за шагом, пытаемся улучшить наши позиции, попытаемся, что ли, набрать большее количество очков, чем в прошлом году. И главная задача, наверное, для нас это своей игрой привлечь как можно больше зрителей, как можно больше болельщиков. Вот, и чтобы людям, которые приходят на нас посмотреть, было интересно, было на что посмотреть. Ну, и, естественно, ребята хотят себя проявить в полной мере. Вот, раз мы затронули зрителей, как вот осуществляется обратная связь команды? То есть, как вот происходит поддержка зрителей? Это как-то мотивирует ребят рваться вперед? Нет, ну, безусловно, конечно. Но любая поддержка со стороны, особенно своих болельщиков, это самая главная, наверное, мотивация для ребят. Ну, вы, наверное, видели на открытой тренировке, народ приходит, народ интересуется, люди переживают, болеют за нас. Поэтому тут это однозначно, что это наш 12-й игрок, и чем больше будет народу на стадионе, чем больше будет тех мальчишек, которые, наверное, занимаются хоккеем с мячом и хотят попасть в команду, тем, наверное, это наша тоже первоочередная задача. А вот вообще часто проходят такие открытые тренировки у команды? Ну, вы знаете, график настолько плотный, да, и чтобы вот именно часто делать такие открытые тренировки, это, я считаю, нецелесообразно. Оно проходит одна-две тренировки в подготовительный период, но может быть в сезоне, хотя тяжело найти место в графике, когда идут игры через два дня на третий, чтобы вот сделать такую открытую тренировку. Ну, в принципе, давайте посмотрим календарь, когда он будет у нас на чемпионат, если мы найдем какое-то окно и пригласим болельщиков на открытую тренировку уже на льду, когда зимой, когда вот ты спускаешься вниз, видишь своих кумиров, так сказать, близко, и могут, кто-то, если пожелает, может поучаствовать. Я вот предлагал, да, вы же слышали болельщикам, кто думает, что это легко, там на тренировке, чем мы занимались, предлагал, пожалуйста, вставайте рядом, попробуйте. И насколько это, насколько вы выдержите. А вот сейчас период такой сильной жары, то есть действительно, многие говорят, одно из самых жарких летних периодов сейчас, что давно такого жаркого лета не было. Вот скажите, сильно ли такие погодные условия сказываются на тренировке? Нет, ну, конечно, сказываются. Мы же все люди, понимаете, бегать в 30-градусную жару, там, за 30, когда палит солнце душно и так далее, это очень тяжело физически. Вы просто были на одной тренировке, поверьте мне, что я вижу это каждый день. Ребята мокрые, у них майки, они все как выжимайка после бани. Поэтому, конечно, жара дает о себе знать, и, конечно, это намного тяжелее, чем бы, если бы это была прохладная какая-то погода. Но что делать? Мы от погоды независимы, как у нас говорят, игра состоится при любой погоде. Поэтому мы на погоду не пеняем, все терпят. Но что делать, раз такие условия, раз у нас такое жаркое лето, кому-то это в кайф. Но для спортсменов, конечно, это определенные трудности. Вот еще такой вопрос, скорее больше для наших телезрителей, чтобы как-то не разобрались ситуации. Чемпионат и Суперлига – это же две разные вещи. Нет, почему? Чемпионат России среди команд Суперлиги. Он так и называется, это одно и то же. То есть в Суперлигу нашу, ну это для болельщиков или для несведущих людей, которые, может быть, впервые услышали о хоккее с мячом. Суперлига – это элита русского хоккея в России. То есть в нее входит всего 14 команд со всей России. От Архангельска до Хабаровска. Всего 14 команд. Выше Суперлиги лиги в России нет. Поэтому вот мы входим в это. И чемпионат среди этих 14 команд так и называется. Чемпионат России среди команд Суперлиги. Есть еще высшая лига, которая ниже уровнем, где выступает наша молодежь, наша вторая команда «Саяны-2». Там она разбита, вся территория России разбита на три подгруппы. Есть сибирская зона, есть уральская зона и западная зона. Это вот команды высшей лиги. Но мы, еще раз говорю, команда «Саяны» Суперлиги участвует в самой, что ни на есть, главной лиге страны. То есть, насколько известно, «Саяны» уже не первый год участвуют в чемпионате. Ну, вы знаете, у «Саяны» большие традиции. Конечно, раньше команда играла в Суперлиге и даже завоевывала медали. В этом году, кстати, отмечалось юбилей завоевания. Уже 30 лет прошло с тех пор, как команда завоевала медали, бронзовую медаль чемпионата России. Вот. Опыт есть у команды. Но, опять же, мы в Суперлигу пошли только в прошлом году. В прошлом году. До этого 10 лет команда играла в составе пониже лига, которая в составе высшей лиги. 10 лет мы не участвовали в элите русского хоккея. И только в прошлом году, благодаря нашему руководству Республики Хакаси, мы туда снова... Но мы и по спортивному принципу туда попали. Мы заняли первое место среди команд высшей лиги. И по спортивному принципу. И нашли финансирование для того, чтобы команда там участвовала. Вот поэтому и мы сейчас там и находимся. Есть какая-то вот такая градация, что, допустим, на какое-то соревнование, допустим, либо на Кубок России, либо на Суперлигу делается больше упорства? Такого нет или ко всему? Ну, вы понимаете, все зависит от ситуации, которая... Мы, конечно, главное для нас, например, для нашей команды, это чемпионат России. Вот. Чемпионат России среди команд Суперлиги. Кубок, еще раз, я лично, ну, я думаю, что мы рассматриваем все-таки как подготовка. Как подготовка к этому чемпионату. Основное соревнование для нас, приоритет, что ли, я бы сказал так, все-таки основывается на... Чтобы выступить хорошо именно в чемпионате России. А вообще какая сейчас атмосфера царит в команде? Ну, это, скорее, не ко мне вопрос, да. Я же со стороны, как бы, смотрю. Ну, это со стороны тренера. Да. Ну, по мне кажется, что обстановка, что даже, что, ну, очень-очень хорошая, она дружелюбная. Семейная такая атмосфера, где ребята с удовольствием общаются между собой. Насколько я знаю, даже ребята и в выходные дни с семьями там встречаются, куда-то выезжают. Сейчас в жаркую погоду, когда выходные дни есть, вместе ездят, купаются, там, загорают на наши какие-то водоемы ближайшие. Вот. Поэтому я думаю, что у нас очень-очень хорошая атмосфера в команде. Вот ближайшие, какие вот у вас планы, вот, допустим, на ближайшие два месяца? Что ждет команда? Ну, вот смотрите, я уже говорил, что ближайшие, на следующей неделе, буквально 10 августа, мы выезжаем на тренировочный сбор в город Красноярск на 7 дней, по 17-е. Там будут уже двухразовые ледовые тренировки на льду, два раза. Вот. После этого мы возвращаемся. Недельку в Абакане здесь немножко опять восстановим свои физические кондиции, потому что лед, он обычно силу забирает, понимаете? То есть, когда человек на льду катается, то у него какой-то силовой компонент, у него он уходит. Для того, чтобы его поддерживать, нужно опять потом переходить в зал, в землю, в тренажерный зал, чтобы вот эти кондиции поддержать. Вот мы для этого приедем в Абакан, немножко тут позанимаемся, и 26 августа мы уезжаем уже непосредственно для участия в Кубке России с 1 сентября в город Кемеров. Там проведем два контрольных, ну как минимум, два контрольных матча товарищеских перед Кубком и в Кубок. Будем принимать участие в Кубке России с 1 по 7 сентября. После этого мы возвращаемся домой, возвращаемся домой. Две недели опять же мы, как мы любим говорить, топчем землю, начинаем опять подготовку на земле, поддерживающую такую, я бы так сказал. И планируем опять же поехать потом на две недели в Красноярск на тоже ледовые сборы, выйти на лед, уже на большой лед, где уже будем, так сказать, оттачивать свое мастерство, технико-тактические навыки. Возможно, там тоже будут какие-то спарринги в зависимости от того, кто будет в это время в Красноярске из команд Суперлиги. Вот ближайшие наши планы на два месяца. Есть какая-то уже разработана определенная стратегия игры? Ну, вы имеете в виду, наверное, тактику, да, и игры, тактику игры. Но она, понимаете, она с прошлого года идет. Все-таки, в мой взгляд, я приверженец все-таки каких-то комбинационных действий в центре поля, где средний, как у нас называется, средний мелкий пас с выходом потом вперед. Вот, наверное, эта концепция, которая была в прошлом сезоне, она будет продолжаться, она будет, ну, что ли, хочу, чтобы она заиграла немножко новыми красками. Но, опять же, все зависит от ребят самих, как они будут прогрессировать в этом направлении, как они будут понимать, как они будут взаимодействовать. Поэтому такой кропотливый труд, который сразу не получается, как бы я не хотел, я так по щелчку не могу, чтобы они раз и заиграли, как Барселона, там, как футбольная, да. Так не бывает. А вот потихоньку, постепенно, в прошлом году начали, в этом году продолжим, и я думаю, что мы добавим. А нет такого, что, допустим, в каждой команде соперников какая-то своя индивидуальная тактика? Да, обязательно. Одинаковых соперников не бывает. Перед каждой игрой мы с моим тренерским штабом просматриваем матчи соперников и определяем, каким составом, какой тактической схемой мы будем играть в два нападающего, в одного нападающего, там, в откат, в закат, в прессинг. То есть, все зависит от ситуации, от погодных условий, вы не забывайте, что мы играем зимой, и в основном это открытые поля, всего шесть у нас катков закрытых по стране, вот, а в основном, а там снег, ветер, мороз, там, бывает так, что наоборот, даже и тепло куда-то приезжаешь, и лед там мягкий. То есть, все зависит от ситуации. Ну, конечно, то, что к каждому матчу мы подходим индивидуально в тактическом плане, это сто процентов. А вот есть такое, что какую-то команду уже знаете, вот вдоль поперек, знаете их тактики, то, как они играют, уже есть такое? Да, вы знаете, я настолько давно в хоккее, что для меня, ну, то есть, ничем не удивишь. Ну, может быть, удивишь более западные команды, да, там, к примеру, там, ну, такие, как вот сейчас практически новые команды собираются, там, в Мурманске, в Ульяновске, в Первоуральске, там, вот, как-то, там, молодые ребята, как-то вот они еще могут какую-то загадку преподнести. А все остальные, особенно наш регион, здесь уже, мы уже настолько часто встречаемся друг с другом, что что-то такого сверхъестественного, ну, тут не удивить чем-то очень тяжело. Поэтому и они нас знают прекрасно, и мы их знаем. А вот за последние годы вообще сколько, насколько развился вид этот спорт о хоккее с мячом? То есть, появляются ли новые команды, вот, Кубки России? Ну, знаете, нет, скорее всего, нет, потому что новых команд, как таковых, нету в хоккее с мячом, все, я бы так сказал, хорошо, что у нас хоть и есть какая-то стабильность, то есть, вот, 14 клубов у нас выступает в Суперлиге, и 23, так, 16, да, и 23 команды выступает в высшей лиге. По крайней мере, таких, чтобы команды, какие-то команды, ну, так сказать, распались или прекратили существование, по крайней мере, такого нет. И я считаю, и это уже хорошо для нашего вида спорта. Как вы думаете, этот вид спорта, он будет развиваться дальше? Ну, вы знаете, я бы очень хотел, чтобы сильно развивался наш вид спорта, потому что, понимаете, это традиции, это русский дух, это русский хоккей, как песня поется, это русский хоккей, это русское чудо, понимаете. И наши предки, наши там уже прапрадеды, когда-то начали развивать этот вид спорта, да, недаром он называется русским, можно сказать, что это национальный вид спорта. Мне бы очень хотелось, чтобы он развивался. Но поймите правильно, что будущее в хоккее с мячом, и он будет развиваться только в том случае, если мы будем строить по всей стране крытые катки, уходить из-под таких тяжелых погодных условий, да, когда, если будут, как вот в шести городах у нас есть крытые катки, вот там хоккей с мячом развивается, там идут дети, ходят болельщики, потому что это комфортно, это удобно, пришел, ни снег, ни ветер, ни мороз, ты наслаждаешься игрой. Плюс ребятишки, да, мамы с папой ведут в комфортные условия своего ребенка, приведут, когда у тебя тепло, когда у тебя хорошо, ничего тебе не мешает, и ребенок занимается с удовольствием. Или когда ты придешь, а там минус 40, ну и подумаешь в следующий раз вести ребенка в минус 40 играть в хоккей или не вести. Это раньше было в наше время, там выбора не было, а сейчас есть выборы, и я думаю, что выбор будет с закрытыми катками. Да, то есть, как можно судить, погода – это своеобразный тоже игрок, который может играть как и на благо команды, так и напротив. Обязательно, обязательно. Все учитывается. Но нет, конечно, команда должна играть и уметь в любую погоду, и лидеры это подтверждают. Конечно, более мастеровитые игроки, они в любую погоду могут сыграть в любой тактической схеме. Но погода приносит свою изюминку, что ли, я бы так сказал, в играх. А вот была ли у вас такая ситуация, что подходят родители со своим ребенком и говорят, что вот у меня ребенок тоже хочет играть в хоккей с мячом? Да, было, и часто это бывает, и подходит. И я все время, у нас работают школы, и республиканская школа по хоккей с мячом, и городская школа по хоккей с мячом. И с удовольствием приводить ребятишек. И благо, что есть команда Суперлиги, есть куда стремиться. Вот нельзя нам терять команду Суперлиги. Нельзя, ни в коем случае. Мы сразу же пласт вот этих ребят, которые у нас есть и занимаются в хоккей с мячом, и те, кто хотят, мы их сразу отбросим. Потому что, если не будет вершины, если не будет флагмана, если ребята будут понимать, что стремиться мне некуда, чтобы я потом развивался как личность, развивался как хоккеист, то будет очень нам тяжело привлечь ребят заниматься этим видом спорта. Поэтому еще раз хочу, чтобы хоккей с мячом жил в Хакасии и жил на самом высоком уровне. Вот, то есть, получается, у ребят перед глазами есть пример того, к чему можно стремиться. Да, да. Перед ребятами есть пример не только наших, понимаете, хоккеистов, но и приезжают лучшие хоккеисты страны, а может быть и мира. Потому что, ну, сейчас время такое, что мы не участвуем в чемпионатах мира, но те ребята, которые приезжают к нам даже за другие команды, они являются, ну, то есть были чемпионами мира. И ребятишки эти смотрят на этих людей, видят, как они здорово играют. И стремятся, или хотят тоже играть так же. Это пример, это всегда было. И я в свое время смотрел там и восхищался игрой Сергея Ивановича Ломанова, который сейчас спортивный директор хоккейного клуба, и Енисей. Вот. И без вот этих вот, что ли, без примеров вот таких вот высоких, ну, я думаю, что ребята просто в хоккей с мячом ходить не будут. Да, вот когда мы были на открытой тренировке со своей съемочной группой, по-моему, Андрей Осипенков как раз-таки сказал о том, что хоккейный мир, особенно по хоккею с мячом, он достаточно узкий. Все друг друга знают. А вот вообще, как происходит вот взаимоотношение с другими командами? Да, вы знаете, ну, а как, ну, если вот, правильно Андрей сказал, да, то есть хоккей с мячом такой очень маленький мирок, да, и взаимоотношения, ну, у нас нет такого, чтобы мы там как-то что-то там делились там с другими командами или как-то относились друг к другу не по-дружески. То есть мы со всеми командами дружелюбные вне поля, да, а поле там уже другое, там уже нет, там соперник, там игра, там противник, тебе здесь сейчас надо выйти и его обыграть. А в жизни, если мы смотрим в жизни, то ребята все общаются, все дружат, все друг друга знают, поверьте мне, все тренера знают друг друга досконально. Все потому, что играли когда-то друг против друга или даже вместе в одной команде, правильно, вот. Поэтому мы общаемся, я вот буквально там недавно разговаривал с главным тренером Новосибирского Сильмаши Горчаковым Сергеем, вот позавчера разговаривал с Евгением Иванушкиным, это главный тренер Динал Москвы. Мы все друг с другом общаемся, какие-то есть нюансы, моменты, где мы рассказываем про свои там тренировки, они рассказывают про свои, ну, не в подробностях, конечно, не рассказывают какие-то тактические наработки. А так, ну, спрашивают, чем занимаешься, что так примерно, на что упор там. Ну, в таком плане идет общение со всеми командами. А вот вообще есть какие-то обряды, может быть, традиции у команды перед каждой игрой, что вот обязательно перед каждой игрой ребята делают? Ну, это, понимаете, все индивидуально, да, каждый хоккеист, каждый спортсмен, у него свой определенный выработан стереотип, что ли, вот таких вот обрядов, что ли, перед каждой матчем. И командный есть определенный обряд, ну, там присаживаются, там, перед выходом, напутственные слова и так далее. Ну, как бы все стандартно, примерно все у всех одинаково. Вот. Такого, чтобы прямо там встали, как вот, если брать там регби, если вы видели там Новая Зеландия, они встали перед игрой, и там у них свои кричалки какие-то там, молятся какому-то своему богу там. Такого нет, конечно, но говорю, у каждого есть что-то свое. А вот опишите, как, может быть, день или вечер до соревнований, вот что происходит в команде? Ну, все. Ну, давайте попробуем. То есть, если игра завтра, опять же, если игра дневная, то это одно. Если игра вечерняя, то другое. Ну, начнем, например, завтра вечерняя игра. Ну, обязательно вечером предыгровая тренировка. Обязательно. После этого мы ужинаем. После ужина, если это домашняя игра, мы расходимся по домам, дома ночуем. Если это выездная, мы приезжаем в гостиницу, и в гостинице мы ночуем. После этого, ну, обычно по-разному бывает. Бывает, что проводим теоретическое занятие вечером. Поужинали, собрались где-то вместе, провели теоретическое занятие, набросали примерно тактический план на завтрашнюю игру и пошли спать. Утром проснулись, если вечерняя игра, позавтракали, поехали на раскатку. Она дневная раскатка, обычно перед игрой, минут 40 постоять на льду. Раскатились, приехали, пообедали. После обеда обычно отдых, сон. Ребята часик где-то отдыхают. Ну, кто спит, кто просто в кровати там находится, кто-то, если это гостиница, на выезде. Здесь, если это в Абакане, то то же самое, то есть раскатка, потом они, обед у нас обязательно, обед, отдых. И собираемся примерно за три часа до начала матча, где происходит установка на игру сначала, где я определяю состав, определяю тактические какие-то варианты на игру. После этого выходим сначала разминка на земле, потом разминка на льду, ну и, естественно, сам матч. Вот примерно план действий, который за день до матча и день матча. Да, то есть такой достаточно насыщенный день. Да, достаточно насыщенный день. Нет такого, что мы лежим в кроватях два дня, и я такой зашел, ребят, играем в семь часов, все, время без пятнадцати, пошли. Такого нет, все расписано, все расписано по минутам, все, есть распорядок дня определенный, который придерживается. Но это, поверьте, это не только у нас, это все делают все так. Да, то есть не только в хоккее с мячом. Да, и не только в хоккее с мячом. Это, я думаю, и в футболе, и в хоккее с шайбой. Ну, в зависимости, опять же, от нюансов, значит, каких-то, может быть, своеобразных, в зависимости, говорю, от того, каким видом спорта занимаешься, и как это все происходит именно в конкретном данном виде спорта. Ну, дорогие друзья, до нашего конца прямого эфира остается буквально несколько секунд. Мы желаем команде успехов, побед, достигнуть всего, чего вы поставили, чтобы команда вас не разочаровывала, не разочаровывала своих болельщиков. Мы уверены, что так оно и будет. Сегодня с вами в студии была Диалина Яковлева и главный тренер команды «Саяны» Евгений Владимирович Ирахтин. Всего доброго!